Музыка Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу сварить рассольник. И для этого я возьму сахарную говяжью овощи. Хорошо их мою. И, конечно же, хит этого блюда перловка. Перловку нужно хорошо промыть и замочить примерно на 2-3 часа. Дальше идет очередь мяса. Мясо ставлю на огонь, даю закипеть и пусть покипит примерно 2-3 минуты. Затем после этого все сливаю полностью всю воду, обмываю снова кость, наливаю по новой воде и снова ставлю на огонь. То есть первую воду, иногда я 2 первых воды сливаю, для того чтобы все вредное отсюда ушло. Все промыли, поставили снова на огонь. И теперь варим от момента закипания 40 минут. Это говядина, причем большая такая кость. После того, как проварили 40 минут, все срезаем с кости. Бульон процеживаем, бросаем перловку и, соответственно, туда же бросаем мясо и варим еще минут 20-25 до готовности перловки. Итак, бульон процедили, сбрасываем перловку, доводим до кипения, мясо режем и обратно туда. Теперь все это у нас должно вариться 20 минут. Но через 15 минут нам нужно скинуть картошку, которая потом еще минут 10-15 будет вариться. То есть 20 минут и плюс еще 10 примерно 30 минут до окончания готовки нашего супа. После того, как это все скинули, обязательно солим. У меня есть такая морская соль с овощами и зеленью. Я очень сильно люблю ее солить. Причем солим не очень сильно, потому что у нас еще будут огурцы соленые. Я возьму бочковые, поэтому солью надо быть аккуратно в этом моменте. Итак, пока у нас перловка с мясом доваривается, готовим картошку. Берем две небольшие картошины, а режем не сильно крупно. Лук режем мелко, одну луковицу. Одну морковку можно потереть, можно просто порезать брусочками. Я не люблю тертую, поэтому солью предпочитаю резать. И бочковые огурцы. Три таких средних огурчика. Можно заменить любыми солеными огурцами. Тоже режем кусочками, кубиками. Итак, бульон у меня уже варится 10 минут вместе с перловкой. Добавляю туда картофель и варю еще примерно 10 минуточек до готовности картофеля. Если порезали сильно крупно, то минут 15. Потом, когда добавим подлив под зажарку, оно еще немножко потранится и будет готово. А тем временем ставлю сковороду на огонь. Наливаю оливковое масло. Оливковое можно заменить обычным растителем. И буду обжаривать наши овощи. Вначале скидываю лук. Сжарю его до золотистого цвета. Скидываю к нему морковь. И продолжаю все обжаривать. Добавляю огурцы. И продолжаю обжаривать это все. Теперь добавляю ко всему этому томатную пасту. Кто-то делает это отдельно. Я в принципе не вижу смысла это делать по раздельности. Если нет томатной пасты, то можно заменить томатным соком. Он находится наконец с томатами. Хорошо это все смешаем. Чтобы равномерно все обжарилось. А потом добавляем немножко бульона, чтобы это немного потомилось, схватилось и отдало друг друг свой сок. Буква на поварежку две. Убавим огонь, пусть потомится. Можно даже крышкой закрыть. И пока все это томится, добавляем паприку, если любите. Я очень люблю. Я очень люблю. Поэтому от крови наваря цеплю везде, куда можно и куда нельзя тоже. Черный перец. Положим сюда лавровый лист. Всего один, чтобы он не давал сильный запах. И какую-нибудь остренькую приправку тоже из перца. Просто для усиления вкуса. Если не любите, то можно и не добавлять. Еще две минутки это все томим. И выкладываем в наш суп. Так, потихоньку. Все это выливаем. Накрываем крышкой. И пусть еще пять минут на медленном огне потомится. При необходимости еще досаливаем. Обязательно пробуем и досаливаем. В итоге вот такой рассолник получился. Очень вкусный. Очень навайстый. И на этом все. Всем спасибо, что были со мной. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И конечно же готовьте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.